Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот она учительница магии Субтитры сделал DimaTorzok Под серебряный клинок Это хорошая ответка Ну и задумался Задумался у нас здесь Малфурион Отыгрывать силу Дикой Природы Собирается Ну и я думаю, что Нужно рисковать В любом случае агрессивный друид Требует Где-то рискованных плей Сейвова на этом друиде Ты не отыграешь Четвертый ход Для Супер Джей Джей Монетка все еще в руках И ее можно прямо сейчас Реализовать вместе с Мегазавром Но этот ход Явно не идеален Есть ли ход лучше? Вот в чем вопрос Мурквизитор Плюс Полководец Опять таки С холмами Комбинировать Тоже слабо Защитиком холмов Очень важно Прямо сейчас Для Супер Джей Джей Найти освещение Или Пироманта Если он играется В этой колоде Думаю, что Если используется Два равенства То Пироманта Тут все-таки есть Будет сейчас Отдавать Одну из равенств Это неприятно Учитывая, что Твоего оппонента Может В руке Находиться Сила дикой природы Я думаю, что это блеф На конце краха То есть Дает сейчас Понять Супер Джей Своему оппоненту Что у него была зачистка Он долго над ней думал Для того, чтобы На пятый ход Не словить живую ману Потому что Живая мана Сейчас Оставляет Супер Джей Джей Просто за бортом Этой игры И он обязан Блефовать Что он Собственно И делает Живой мана И так нет В руках у Залая И вот теперь Игрок из Америки Должен думать Что выставлять Есть просто Вариант рейдов По столу Есть вариант Сыграть через Прям проспам стола И это все Пробафать У нас Лотосом Есть вариант Просто поставить Учительницу магии И прожать И прожать Знак лотоса Вот интересно Что из этого Все выберет Залая Потому что Ну это тот момент Когда у тебя На агре друиде Правда большое количество Вариантов Вариантов Да Училка выглядит Вполне Неплохо С пробафом Но возможно У нас Малфурион Хотел Получить Побольше Паракруток Под эту Училку Чтобы потом Усилить Более мощный Стол Учительница магии Плюс Знак лотоса Тогда мы Отправляем В ЖК Лютых волков В мегазавры И забираем Пантеры У нас 5-3 Соответственно Товарищи Мурквизитора На столе У нас остается 4-6 И 2-2 Плюс Одна единица Здоровья У Пантеры Как по мне Это лучший ход Ну и особенно Ты уже Начинаешь Немного Проспамливать Стол Подберешь Итог Только Десятка урона Со стола И тут Освещение На монету Ты уже отдал Защитник Холмов Выходит сейчас На игровой стол И мы находим Еще одну провокацию В виде актера И я думаю Что его Нужно Выбирать Прямо сейчас И играть Для того Чтобы Не получить Какой-то рандомный Летал Через Дворева И на следующий Спокойно Через Равенство И освещение За чистить струн Нет Хотя тут Так не будет Летал через Дворева 8 6 Да тут не будет Летал через Дворева Решил выбрать Пятый дроп За счет Божественного щита Да это Сихотрон Считает что Больше туда Существ Оппонента Должно уйти Ну злая нельзя Ничего ставить Ну он должен Прочувствовать Что там есть За чистка Хотя можно Вот сыграть Двух огневичков Вот просто Два огневичка И больше ничего Два огневичка Способность героя Два получил Дроп Один Надо так и делать Просто не показывает Наличие Второго огневичка Все правильно Лев Способность героя И 6 в лицо Больше ничего Не добавляем Летал с Ревом И засетапили 4 6 10 11 12 Плюс 2 4 6 8 10 12 Да все замечательно 24 урона Плюс 25 Способности героя Все замечательно Ну и здесь Для суперриджа Просто нет других вариантов Нужно чистить стол Но при этом Ты опять отдаешь Инициативу Да кстати Есть еще и пират глазастик То есть там Более чем 24 урона Все здорово Тут для злая Ну и Квалити консекрейшн Ну не отдавать Равенство на этот стол Это Выглядит очень странно Если бы у тебя в руках Было только одно равенство Можно было бы Как-то подумать Над тем Чтобы отдавать Сейчас только освещение Отдавать Равенство Да нет Училку нужно очистить В этой ситуации Однозначно Нужно забирать Училицу магии Любой другой ход Будет слишком жадным И Это может быть наказан Тут уже дворева Заберут психотроны И принесут летал Ну Супер джей джей Подумает Подумает Опять же Этот момент Тоже мы отмечали Что его Игровой стиль Прошел Определенные изменения После того Как он начал Плотно Общаться с лайфхотчем Он стал Чуть более Медленным Боевое крещение Фитилем лайфхотча Прошел Назовем это так Неплохо сыграно Да И теперь Гидра горьких пол Неплохой топдек Можно добавить К ней огневичка И Пылка в элементаре Что у нас тогда будет По урону У нас будет На столе 10 И рев даст Нам еще 8 Плюс Мы можем Выставить Глазастика Глазастика Вылетит из колоды И нанесет Еще 3 Но это все равно Не летал Ну и интересно Как сейчас Залея сыграет Да Это будет Само собой Гидра Один Алдор Уже уходил Одно равенство С освещением Также уходило Ну и Залея Надеется Что Гидра Хотя бы Разика 2 Сходит в лицо Да Алдора нет Гидру Тихомирить Нечем Возможности Опять забрать От стол Опять таки Нет Ты можешь только Сравнять Сделать здоровье Равно Единичке Просто выставить Мелочевку Но ты Не застрахован От Пробафов Есть такое дело Равенство Психонатор Психотрон Скорее всего Меняется Гидра все-таки Пройдет тебе В лицо Психотрон Обилка Обилка Уже слабо Как-то тяжело Здесь конечно Супер Джей Джей Даются партии Пошел Фитиль Родной Для сборной Германии И для Супер Джей Джей И кстати Для Камлана Тоже И для Лайфкоч Лайфкоч Все-таки Повлиял На всю Свою Команду Все-таки Да Психонатор Это карта Я ее С другой Периодически Путаю По названию Да Все-таки Поставили мы Психонатора И прожали Обилку Он просто На английском Называется Психотрон На русском Психонатор Так что Все Психануло Психануло Все просто Может быть Пришло время Пойтись в лицо Но тут Кстати Уже момент Что Нужно готовить Себя к Тириону Грядет Восьмой ход И размены Должны быть Максимально Плюсовые Для тебя Чтобы потом Было легко Проходить Тирионом Такой рукой Лезли Тяжело Прямо сейчас Хочешь реализовать Рев Пока Пока Есть На столе Четыре Активных Существом Ну По крайней Мере Это Дает Размену Гидра На Десять Пустите Гидру К лицу Активных И таким образом стапим летал. А что будем делать с Тирионом, который сейчас выйдет? Будем снимать способность героя, бить гидрой 3, 4, 5 и надеяться на топ-дек летал. Ну окей. Или на адаптацию от птенца, на неистовство, например. Ну тут опять-таки равенство, трусильвер, мурчадин бьет в гидру благодаря тому, что мы не забрали у нас мурчадина. Решили ударить на 3 больше в лицо, хотя и так, и так, стапили летал. Ну тогда мы забираем 2 опасных существа, забираем гидру, не принимая лица. Честное слово, мне не понравился этот ход от золая, вообще. Ну он уже психанул, может быть, не знаю. Ну так даже если психанул, сыграл рёв, ну забери ты мурчадина. Здесь равенство, забираем 2 существа. То есть 3 урона фейс тебе тут не решает ничего, потому что даже если оппонент до 14 дней здоровья, ты всё равно заставил себе этот летал. Ну видно по лицу золеи, что он уже, золая, простите, что он уже жалеет, что он не разменял. Ну конечно жалеет, но золая мог сейчас проиграть себе игру. У него на столе 2 существа, способности героя это 3 урона, плюс рёв даёт ещё 6, это один ов. А вот это, кстати, обидно. Не обидно. Причём и пробивать-то особо... Ты-то в лицо пробиваешь, но без особых надежд. Серебряный клинок. Вообще не обидно, но это наказан за собственную ошибку. Не, ему-то обидно в любом случае. Ну обидно, знаешь, такая справедливость что ли у нас. Сейчас пока что в этой игре торжествует, но... О, отличный топ-дек. Но СуперДжейДжей считаем, что отбился, окей. Да отбился до размаха. Здесь, по-моему, только размах даёт победу у нас для золеи. Ну и, возможно, ещё живая мана, которая... Очень зависит от того, какая это редакция. Потому что вот, например, Золая на Dreamhack играл через ещё и друида Когтя, насколько я помню. То есть, ну, я не совсем понимаю, что за редакция. То есть оставил старую редакцию, взял что-то новое, возможно. Вдек-листы закрыты, поэтому пока информации у нас об этом нет. Здесь грустно сидит озарение. Колдовского ворна я не думаю, что стоит ставить, потому что, возможно, метка Эшираджа давала бы тебе. Уже две ушло на раннем этапе. Обе, да, ушло? Да, обе ушли. Да, да, да. Когда он бафал два существа. Ты права. Ты права, тогда без разницы. Тебя нужно пытаться у нас контролить стол. Два капотца. А, билка. Ну что, Золея, покажет ли он у нас класс топ-дека размаха? Кстати, что интересно, агродруиды по-разному используют данные заклинания. Кто-то играет одно, кто-то играет два. Классическая просто рука друида-победителя. В скобочках нет. Озарение. Озарение. Сдаемся. Да, но показывает руку Золея и выигрывает эту игру Супер Джей Джей. Нет, эту игру не выиграет Супер Джей, эту игру проигрывает Золея. Вот так правильно говорить. Там, где он мелкого мурлока не забрал, и это дало размен Гидры. Там любой из возможных вариантов, как можно было походить, был лучше. Просто не играть ревов и разменять стол у нас через ударом Гидры, лицом в Мурчадина, остальное фейс оставить пирата в руках. Мы тогда стопим летал через рев на следующий с даже топ-даком Глазастика. Вариант номер два. Так как выходил Золея, но через размен Мурчадина. То есть любой из вариантов, которые были, ну то есть любой из двух вариантов, он лучше, чем тот ход, который сделал Золея. Но, друзья, это все эмоции, это все нервы, потому что Золея сегодня уже проиграл Павлу у нас. Все видели Павлингбук знаменитый, те, кто смотрел эту игру. Друзья, если вы эту игру не видели, обязательно заходите на наш YouTube-канал High StarLadder и можете пересмотреть. Но вот такие эмоции все-таки, ну, как-то нужно постараться погасить сейчас игроку из Америки. Он очень опытный, очень сильный игрок. И, ну, будет обидно, если, знаешь, сейчас на вот этой дизморале улетит Золея и не попадет на лан-финалы, когда изначально шел на турнирные таблицы со счетом 4-1. Но он был самым явным фаворитом на выход из группы и был самым главным фаворитом на получение путевки, прямой путевки на лан-финалы. Сейчас ему светит сетка последнего шанса. Ну что, играет у нас Пират Воин от Золеи и Супер-Жей открывается с Сайленс Жреца. А, уже есть Клерик, Слово, Силы, Щит и Бритвалист. Есть одна победа в актив для представителя Германии. Ну и как-то, если честно, Золая выглядит немного поддавлено. Может быть, это так только кажется, но Клерик — это прям печаль-беда для Пират Воина. Но тут заходит Секира, и как бы печаль-беда превращается в неплохо сыграно. Да, хорош табдак Секира, монета Секира. На следующий год можем поставить дерзкую налетчицу. Все неплохо теперь-таки для Золая. Игнорировать не стоит сейчас Клерика, если получишь Божественный Дух, если получишь Слово Силы, Щит, и ты Клерика не заберешь. Так что да, монетка, Угниная Секира и Размен Клерикам. Пока нет второго хода у нас для Тиранды. Хилим медленно. Хилимся, живем. Ну а здесь шикарный третий ход Пират Сектант. Ну вообще хороший заход для Золая. Ну вот сейчас уже выглядит вполне неплохо. Если бы не тот дай Когни на Секири, все бы дело далеко не так круто, потому что бафали бы мы просто крюк из улучшения. Бритволист. И бритволиста желательно разменять. И возможность такая есть. Это апгрейд плюс улучшение. Удар-героя. И шесть отправляем в лицо. Нужно разменивать. Нет, ты на следующий получишь Шаркуна. Ты на следующий можешь получить сюда там статы 4.16 и потом Шаркуна. Ну так нельзя делать. Против Преста однозначно нужно разменивать. Я не верю в то, что Золая уже поплыл настолько, что она стоит исполинского бритволиста. Но это прям, не знаю, ошибка. Тем более сейчас у него есть хороший размен. Ты тратишь только удар героя и однопрочность. Да, 100% это того стоило. То есть если бы ты отдавал стол, уже как-то можно было бы там думать над тем, чтобы не идти в размены, сохранить стол. А тут 100% нужно идти в размены. Ну тут залетает еще один притволист. И вот теперь такого хорошего размена уже нет. Как мы будем поступать? Теперь такого хорошего размена нет. И вот теперь я думаю, что нужно идти в лицо. Уже в лицо думаешь? Фулл фейс? Пока ты можешь разменять сугубо из руки, все здорово. Когда ты понимаешь, что тебе нужно отдавать ресурсы со стола и убирать, по сути, единственный урон, который у тебя сейчас находится, эта дерзкая налетчица 5.3, тогда можно исполинского бритволиста игнорировать. Но тут не будет ошибкой, ни в коем случае его забрать. Вот это уже вариативный ход. И любопытно, что вы берете лайм. Просто пират воин должен играть по-другому. Ходом ранее бритволист очень круто улетал в размены с минимальными затратами. Сейчас же это выглядит уже медленно. Я, честно говоря, думаю, что все равно разменяет. Или потом как думать, залаем. Просто пират вар должен играть от контроля стола в первых 4-5 ходов. Вот так вот очень правильно сыграл залаем. Очень красивый ход, да. То есть в случае шаркуна мы его не боимся. И даже если нам накинут нематуна... Да, кстати, хороший ход. Даже если хилят, мы все равно размениваем. Причем размениваем с руки. Отличный ход получился для у нас Залаи. Он сделал что-то среднее, не стал терять стол, но при этом засетапил себе вражеское существо таким образом, чтобы его банально забрать следующим ходом. Да, красивый ход. Жреца, ну, рука, вы сами все видите. Немоты нет, очищения нет. И возможность добрать на данный момент только через служителя боли. Хилим лицо. На столе у оппонента 9 единиц урона. Еще 5 находятся в руках. И вот тут... На 14 урона. Только с того, что есть. Ну что, Зеленямс и топим. Ну, судя по тому, какой стиль выбрал Залая, у Сайланс Преста нет у нас массовых зачисток, поэтому верная тут победа именно от стола. Я бы все-таки играл через, опять-таки, зачистки по столу. У тебя есть замечательные трейды. Ты выставляешь Капитана Зеленямса, забираешь топором Беритва Листа, забираешь Преоцептанк Леоколита и 6 отправляешь в Фейс со стола. Летал ты сетапишь и так, и так. Так ты просто отыгрываешь более Сайвова с разменами. И тут я поддерживаю тебя полностью. Поддерживает ли нас Залая, мы узнаем, вот, я думаю, что буквально через несколько минут. Залая хорошо играет на Перед Войне. Вот, в принципе, есть игроки, которые там просто бездумно идут в лицо и проигрывают партия, потом все тут на рангом. Есть игроки, которые слишком много меняются, такое тоже периодически приключается. Есть такое. То есть тут вот именно Золотая середина. Но вот интересно сейчас в лицо. Все-таки в лицо бьет, потому что, мы уже отмечали, на Беритва Листа 4-3 ты не боишься получить Шаркуна или, там, возможно, Пьюрифай. А вот и очищение. Он никак не поможет Супер Джи Джею. Ну, еще поищем что-то через. Введение у нас, но это все только формально. Счет 1-1 и хорошая игра. Вот Золая толковая рука и грамотная реализация. Выбывает всего лайнапа Перед Война. Остается для него две колоды. Это агрессивный друид, которого мы уже сегодня с вами наблюдали, который проиграл первую партию. И паладин, агро, мурлок, паладин. Ну, и для Супер Джи Джея это у нас Миракл Разбойница и это Сайлент Жрец. Как тебе, кстати, выбор именно Миракл Разбойницы от Супер Джи Джея? Ну, тут весь вопрос в лайнапе, что ты хочешь убивать. Миракл Разбойник намного лучше играет с агрессией, потому что у тебя есть возможность сыграть быстро, то есть в так называемый All-In. Агрессивный Клиффа, который у нас есть в руке, еще и с монеткой, возможно, еще и предфальшивая монета. А вот квест Разбойник, безусловно, хорош, против у нас. Рука, конечно, ты посмотри на руку Залаи. Два озерных охотника и два грибнистых скакуна. Он, когда увидел руку, он прям официально сгорел, по нему было видно. Он такой, как это невозможно? Ну, отыгрывает все равно спокойно у нас Залая, то есть максимально он старается держаться. Так вот, лайнап Супер Джи Джея это анти-квест Рога лайнап. Если вы посмотрите, друзья, у него Миракл Разбойник, который хорошо играет с квест Разбойником, у него Сайлент Жрец, который хорошо играет с квест Разбойником. То есть, в принципе, весь лайнап Супер Джи Джея заточен против квест Роги. По крайней мере, ну, насколько мне кажется, из тех колок, которые мы видели, но опять-таки, мое предположение, могу и ошибаться. Через озерного охотника второго у нас Залая разминивает колково Остроцвета и на три кристалломаны, как сыграет теперь уже Супер Джи Джея. Отыгрывает у нас через Великана в своей колоде. Также мы на Мулигане видели Шеразина. Да, это цветочная Рога с авантюристами. Тут последние разработки Кейси, участника комплекса CD-гейминг, и неудивительно, что его тиммейт использует его колоду. Задумался Супер Джи Джея. Дело в том, что Ван Клифф в стартовой руке, это все круто, но ты сейчас не получаешь такого насвэлю от Ван Клиффа, который хотел бы получить, поэтому играем просто в веер, да, медленный ход, но лучше просто нет. Ну, а тут Мегазавр. Мегазавр, что хотим найти? Предсмертный хрип, бабл, плюс 1-1. Ой, выбор между первым и вторым. Предсмертный хрип, парабаф, да, достаточно круто смотрится. Спор или плюс 1-1? Я думаю, что все-таки 1-1 сильнее. Усиляем Мурлоков, и, возможно, последующие адаптации сыграют получше. С другой стороны, вот, закрываем сейчас для себя руку Супер Джи Джея. Мой оппонент отдал веер, у моего оппонента может не быть еще одного веера. Возможно, предсмертный хрип стоит забрать. Но плюс 1-1, да, понятное дело, что выглядит сильнее, забирает Золая. Первый нам предложенный вариант. Ну и Шерозин здесь залетает у нас для разбойницы. Ну и теперь уже как разбираться с данным столом? Это уже не так просто. Еще один веер на добор, и получаем удар в спину. Последовательность, в плане последовательности захода. Это прям из веера получить удар в спину, это вообще дефолт-дефолт. Ну и сейчас Марлинзия, 8 фейс, оставляем 15 дней в здоровье Валере, и у нее огромная проблема. Причем у тебя есть грибнистый скакон, который далее усилит одно из существ. Ну это то, почему Меркл Разбойник у нас не пользуется особой популярностью на Тернирах. То есть все-таки Квастрога берется чаще. Потому что, друзья, все вы помните игру от Хиппи, когда ты через две монеты выставляешь Клиффа 6-6 и просто убиваешь оппонента на шестой ход. А есть рука вот такая на роге, когда ты просто сидишь... Причем когда у тебя еще два веера. Вроде как ты можешь отбиваться, но по факту колода, которая работает на Мурлоках, эти вееры очень легко обыгрывают. А сейчас ты просто сидишь, смотришь на эту руку. Ну как бы да, здорово, ты выставил два неплохих существа оппоненту. Но у твоего оппонента уже на столе 10 урона. И сейчас Марлинзия разбивает одно из существ под грибнистым скакуном, и у тебя вообще огромная проблема. Есть тут возможность как-то ретал сделать 10 урона на столе. Даже если мы выставляем у нас живца, который бафает рывок в виде Война Синих Жаблях. Это 13. Ну никак, никак ты тут не нарисуешь летал. А жаль. Наверняка думает, залаял. Я думаю, что размениваем грибнистым скакуном на Мурлинзе у нас авантюриста. Авантюриста и всем остальным втопить в лицо. Ну зависит от того, что придет. Если придет еще один рывок, то можно подумать над разменом. Ну то есть рывок полководец вообще идеальный ход будет. Ну полководец, да. Полководец и провидец. В любом случае это фейс. Все. Мир Кларога закончился. Да, здесь не сможет у нас вернуться Супер Джей, разве что может быть что-то с иллюзией. Иллюзией? Ну нет. Не эти ребята. Да я вообще, честно говоря, не знаю, что через иллюзию могло помочь. Иллюзия запрет на исцеление. Хилл на 10 летал. Иллюзия равенства плюс веер. Вееры ушли. Ведет у нас здесь. Освещение тоже не помогало. Ну я не знаю, возможно чат через 10 минут что-то придумает из того, что могло помочь. Но я вот ни одну карту паладина до 5 кристаллов не могу придумать, которая могла бы тебе... Могла бы изменить. Ну разве что карта, которая очень-очень редко играется, о которой мы банально могли забыть. Хотя что там из заклинаний за 5 кристаллов маны. Там гнев небес. Ну там гнев небес, призыв рекрутов. Благословение силы. Умножить атаку на 2. Преграда на пути тьмы. Ну и вроде как все. Ну я вам тоже не могу придумать какие-то варианты. Ну и вот теперь будем противостоять. У нас агро-друиду. Последняя колода для Залая. И если Залая, друзья, напоминаю, выигрывает эту партию, выигрывает эту встречу, то он отправляется на ландфиналы через боль, страдания просто. Отсутствие топ-деков. Отсутствие топ-деков. А вот у Супер-Жи-Жи счет 1-2. И для него поражение. Это означает никакой больше борьбы за первую-вторую строчку. Он может надеяться лишь на ласт-чанс, который у нас будет проходить 30-го числа, друзья. Итог при хорошем стечении обстоятельств. Все-таки последнего шанса для Супер-Жи-Жи. Ну то есть да, это 1-3. Я имею в виду, знаешь, может надеяться только на это. То есть это выиграв все оставшиеся игры. Тут голодный краб. Ну вот эта рука уже для Залая выглядит явно сильнее. Только не глазастик в руке. Но, увы. Ох, уже-то Миракл. Разбойник для Супер-Жи-Жи. Но я не знаю, это просто отвратительный незаход вновь. Живая мана. Живая мана. Ну я думаю, что это метка и Шараджа. Не даешь краба подразмен. Добираешь карту. Играешь агрессивно. Да, краб своей клешнью цепляет Валиру за волосы. Адаптировался. Да. За нос. За клинки вообще-то. За клинки. За клинки цепляются здесь краб у нас. И будет ли длинношея за три кристалломаны? Древняя длинношея. Великолепный третий дроп. Нет. Ты обнадежил и огорчил одновременно. Смотри, подготовка, потрошение. Ван Клифф сыграл бы Доктор Хиппи, но... Но Супер-Жи-Жи не Доктор Хиппи, как говорится. У него не так все идеально. Кстати, любопытно, что у нас для Супер-Жи-Жи по винрейту на Разбойнице. Потому что я уже сегодня говорила, что у Хиппи 83%. Это, наверное, самый высокий винрейт на роге. Для Супер-Жи-Жи Разбойница находится на втором месте. По количеству сыгранных матчей. 34 матча он сыграл на Разбойнице. Винрейт 55%. Адаптируемся и забираем краба. Да, это лучший ход, который тот мог найти Супер-Жи-Жи и вместо Ван Клиффа. 6-6 выходит. 6-2 длина шеи. Это лучше, чем ничего. И этого парня сейчас нечем забрать. Если это дама, то я заранее извиняюсь. А представь, если эта дама обидится. Беги! Я не буду бежать от карты. Древняя длина шеи. Очень страшно. Очень страшно. Нереально боюсь, боюсь. Так. Что у нас есть из возможных вариантов для представителей Америки? Малиной страж. Пассивный, конечно, вариант. Но твоему оппоненту придется проходить как-то эту провокацию. Шар-Разин. И я думаю, что все-таки Размен. Паджей тоже. Думает именно таким образом. Монета Живая Мана. Думаешь, пора? 4 древняя 2-2. А чем мы их заберем? Талнас Веер. Может, еще попытаться немножко поразводить. Еще одного Смоленова, может быть, попробовать поставить. Ну, в итоге вот выбирает. Добавить еще одно существо. А следующим ходом сыграет Живую Ману. Монетку Лотоса. Да, похоже, что так и будет действовать у нас. Зала им на монету оставляет для возможности пробафа. И Шар-Разин, если что, разобьет свое прекрасное тыквенное личико в Смоленого Стража. Смоленый Страж так поднимает руку и такой... Воу-воу, бру, не надо. Полегче. Воу-воу, тихо-тихо-тихо. Ну, серьезно, Смоленой Страж, знаешь, он похож на... Ты не пройдешь. Он похож на секьюрити, знаешь, в клубах. Он так же пафосно выглядит, тоже лысый. И так рукой такой тиш. Ты что-то, знаешь, за последних вот восемь минут ты выдал столько новой информации о себе. Секьюрити в клубе, древней длиношей назвать дамой, Шар-Разина, его лицо ты назвал милое тыквенное личико. Огневичка, ты меня пугаешь. У Огневичка танцульки. Он такой... Так, все, ладно. Я потихоньку начинаю сходить с ума. Давай, живую ману, монетку, перебав. Ну, кстати, хорошо, что вот я начал сходить с ума на счете 2-1 в решающей игре. Это значит... Что не раньше, да? Да, да, да. Хорошо, что не раньше. У всех есть... Свои слабости. Да, свои слабости. И твои слабости — это Ширазин. Да, мои слабости — это Ширазин. И танцующий огневичок. Плюс секьюрити с малиной страж. А как ты хочешь, чтобы я серьезно комментировал, когда на столе кто-то кого-то избивает злобной тыквой? Ну, серьезно. Я не знаю. Какая тыква? Это очень серьезное, страшное существо. Да. Мутировавшая тыква. Так лучше? Да, мутировавшая тыква. Дефолтная. Итак, бафает у нас залея здесь весь свой стол. Да, метка лотоса. И теперь как чистить? Подготовка. Нет. Подготовка, но нет. А, ну это легкий звездопад. Давай. Хотя звездопад всего на 2. То есть звездопад, преп, веер. Мы ниоткуда не достаем преп, да? Ниоткуда. А, подожди, не так. Подожди, легко, смотри. Рассказываю. Давай, трави. Серьезно, если Супер Джей сделает этот ход, я уволюсь лично. Смотри, пират. Ребята, затаили дыхание. Отсюда достаем звездопад, играем в веер. Из веера достаем препу. Из препа играем звездопад. Ну, я... Серьезно, если Супер Джей... Если он так сыграет, то, я думаю, и я пойду на увольнение. Вместе просто на пару. Вот просто сразу снимаем наушники и уходим. Да, потому что... Даже не прощаемся. Тут вообще тогда нечего уже комментировать. Так. Все затынили дыхание. Ну, нет, слабенький. Слабенький, конечно. Дроп. Но согласись, ёкнула. Когда начала заходить карта в руку. Нет, потому что он не достал из веера препу. Ну, грусть, печаль, беда для Супер Джей-Джея. И это разгон у нас по цветкам. 23 единицы здравия остается для Малфуриона. Пять древний. Со сотами 3,3. Пять на три слышали, что это 15. И это не летал. Это не летал. Будем что-то разменивать. В общем, вопрос. А может, не его эти размены? Ну, смотри, можешь ли ты хоть как-то умереть в теории? Например, вот там идеальное сечение обстоятельств. Лерой 2 колдблада. Это 14. Это 14 плюс удар клинков. 15, 20, 21, 22. Это в худшем для тебя раскладе. Поэтому фулл фейс. Поход в лицо. Даешь. Залая. Играем. Сильно, мощно, агрессивно. Ну, мы все-таки решаем разменять шаразином. И также размениваем. Не, не, один-один точно нельзя разменивать. Размениваем шаразином. Да, но нам. Усиливает. Вернее, нечем усиливать стол. Поэтому приходится идти в лицо так. Наголо. Ну, сила дикой природы. Следующим ходом у тебя может залететь. Вот еще один первый дроп. Здесь веер поднимает СуперДжей. У нас еще один веер. Ну, и осталось только третий веер найти. Ну, третьего веера... Не дано. Да. Ну, и два веера. Это очень даже неплохо. Смотри, сейчас древние пропадут со стола. Благодаря двум веерам. Классно играет СуперДжей. Суровый парень. Да, вполне. Лицо залая. Мне кажется... Это просто что-то с чем-то. Знаешь, вот тонкая грань вот между вот этим спокойствием Залая и между тем, когда он схватит клавиатуру и разобьет себе монитор. Но он близок, судя по взгляду. Летаради, выкидет монитор в окно. И рев, который давал ему летал. О, нет, тихо, тихо. Он сейчас, по-моему, реально возьмет Клаву. Тихо, тихо, тихо. Дышим, дышим. Меткой Шираджа. Ох, сколько сейчас интересных слов, наверное. Ого, ващество. Так, ну вот это, по-моему, один ход, который отделяет... Монитор от клавиатуры. Да, про проникновение клавиатурой в монитор. Я там слышала историю, как кто-то мышкой в стенку... Не, стулом в стул, да? Не, не надо, не надо. И в окно, да, ну не надо. Такие истории были, но давай мы их оставим для личных стримов. А на стриме такое было? Ну, мышку ломал. Стрим. Стул не выкидывал на стрим. Это был лучший стрим. Ну, Хардстоун просто такая, знаешь, игра... Честная, честная. Позитивная. То есть, ну, зачастую Хардстоуна всех вызывает там только... Ну, позитивные эмоции, улыбку. Ну, примерно так же... Смотри на улыбку Залей сейчас. Удар в спину. Удар в спину. Ты что, мать, вот топ-деком еще одно существует, что ли? Да. Планки. И у нас Шаразин появляется на столе. Шесть урона. Со стола рев. Это летал. Ну, наконец-то Залей атаки собрал комбинацию. Да, и Залая. Счет итоговый. Пять-два. Поздравляем этого игрока. Он приезжает к нам на лан-финалы. Выдыхает сейчас Залая. И все для него здорово. Вопрос. Что по Супер Джейджей? Супер Джейджей отыгрывает 1-3. И да, у него остаются еще теоретические шансы побороться за Lost Chance. Но, друзья, игроков, которые у нас теоретически могут побороться за Lost Chance, очень много. Кто же из них в итоге доберется до третьей, четвертой строчки, мы узнаем уже скоро. То есть, что у нас в итоге по турнирной таблице? В группе А никаких шансов больше нет у Доктора Хиппи и у Фроузена. Остальные ребята борются. Найрей уже обеспечил себе выход дальше. А вот между Тайсом, Найманом и Ксикса идет очень жаркая борьба за вторую строчку. Ну и я думаю, что как раз-таки в группе А все решится буквально завтра, где мы досмотрим также решающие матчи группы А. Ну и группа Б в лидерах у нас находится Залая и Эрдию, но на третьей, четвертой позиции с танцевкой Калента. Напомним, что первых два места в группе А и в группе Б выходят напрямую на лан-финалы. Третье, четвертое место группы А и Б выходят в сетку последнего шанса, где сразятся за одну квоту на ланы. Ну и три представителя Китая дополняют нашу великолепную восьмерку. Да, друзья, именно так. Ну что, для вас сегодня работала студия Старладер в лице Лебедя и Алисами. Спасибо большое, что нас смотрели. Мы с вами не прощаемся. Мы говорим до встречи уже в 19.00 уже сегодня по киевско-московскому времени. Через 18.5 часов мы вновь ворвемся на трансляцию. Так что следите за большим Хардстоун, оставайтесь вместе со Старладером, а на выходных не забывайте про весенний американский чемпионат. Ну я думаю, что об этом мы напомним еще вам завтра. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели и до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...